В эфире проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. Ленинский районный суд вынес приговор двум похитителям металлолома. 49-летний Степан Потапов и 48-летний Сергей Широбоков летом прошлого года договорились вынести имущество из склада Сельхозакадемии в Чистых Прудах. Но далеко унести железо у них не получилось. Потапов и Широбоков в ту летнюю ночь не придумали занятия лучше, чем обокрасть склад и вынести металлолом. Договорились о походе на дело, выпили и распределили роли. Кстати, на приеме нарколога они уже бывали и лечились от алкоголизма. Потапов должен был непосредственно проникнуть в помещение склада и похитить оттуда имущество в то время, как Широбоков должен был находиться на улице и наблюдать за происходящей обстановкой. Но подельники не учли, что могут попасть на камеры видеонаблюдения. Вот как раз тот самый момент. Они вдвоем тащат тележку с металлическими предметами. Следом пошел дворник, затем побежал охранник. Потапов, находясь в помещении склада, вынес чужое имущество, после чего, погрузив указанное имущество на тележку, совместно с Широбоковым пытались скрыться с места преступления. Вместе с тем их преступные действия были обнаружены прохожим, который вызвал сотрудников полиции и Потапов и Широбоковым были задержаны на месте совершения преступления. Они проникли через проем в заборе и вытащили вентилятор за 9 тысяч рублей. Похитителей арестовали. Завели уголовное дело, мужчины признали вину и помогали следствию. Это и стало смягчающим обстоятельством. Суд назначил Потапову один год условно и два года испытательного срока. Широбокову дали условно полгода с испытательным сроком год. Приговор вступил в законную силу. Алина Котрихова, место происшествия.